Сыктывкар. С момента постройки типовых пятиэтажек на улице Тентюковской проезды и тротуары капитально вообще не ремонтировались. Но в начале июня, ко всеобщему удивлению жителей, уставших от дворовой разрухи, сюда зашла бригада дорожников с тяжелой техникой. Подрядчики демонтировали старое покрытие, обновили ливневые колодцы, уложили асфальт в два слоя и установили новые бордюры. Несколько недель жители прибирались к своим домам через стройплощадку, но на это никто не жаловался. Все резвятся дети, катаются на велосипедах, на роликах. Мы очень довольны. Единственное, что хотелось бы, чтобы оборудовали площадочку, почему в проект развития дорог не входит зона более детская. Разворошить-разворошили, поставить, как-то облагородить. Если можно забить, вот смотрите, дороги разрыли, осталась вот эта грязь, вот это, конечно, не хотелось бы. Если делать, мне кажется, нужно было делать немножко до конца. На детскую площадку и правда без слез не взглянешь. Горки и на качели взрослые малыши не подпускают, расшибиться можно в секунду. Но претензии по замене или обновлению игрового комплекса нужно выставлять не к дорожникам, а к управляющей компании и администрации города. А вот насчет развороченных газонов и озеленения разговаривать надо с теми, кто принимал объект у подрядчика. Кроме того, жильцам неизвестно, вошли ли в минимальный перечень работы по замене электроосвещения, установке урн и скамеек. Ведь строители так и не вернули на место старые бетонные лавки. Это никак не смотрится, обязательно поставить их на свои места. Ведь мамочки ж не могут, они тут сели, отдохнули, вот видите, в тенечке и хорошо. Обязательно, надо перенести. Некоторые собственники территории проголосовали за установку урн и скамеек. Большинство, конечно, у нас выбрали только восстановление дорожного полотна и тротуара. С пешеходными зонами и площадями все проще. Обновлению подлежит и дорожное покрытие, и малые архитектурные формы. Всего за счет федеральных и республиканских средств в этом году благоустроят 22 общественных пространства. Парки, скверы, пешеходные зоны Сыктывкара и четырех моногородов. Из 300 миллионов рублей почти 17,5 направлено на городской парк в Воркуте. Согласно изыскательных работ был составлен перечень из 10 пунктов. Замена осветительных приборов со столбами и кабелем, асфальтирование, реконструкция сцены, восстановление входной группы и так далее. Кроме того, почти 56 миллионов потратят на дворы вдоль центральной улицы Ленина. Много работы и в Инте. Со дня на день там начнется асфальтирование шести самых разбитых дворов по улицам Куратова, Воркутинска и Мира. И полная замена дорожной одежды вдоль улицы Горького. Книжпогост и Устьвым представили сметы почти на 30 миллионов. Теперь перед всеми участниками программы по благоустройству стоит одна задача. До октября не только освоить бюджетные рубли, но и сдать все объекты. А это 90 дворов и 22 пешеходные и парковые зоны. На этом году программа не заканчивается. Планируется, что она будет реализовываться в течение ближайших пяти лет. И, соответственно, принять участие в данной программе смогут и другие муниципальные образования. Но для того, чтобы войти в эту программу, муниципальные образования должны выполнить ряд условий. До 1 ноября все муниципальные образования с численностью населения свыше тысячи человек должны утвердить правила благоустройства в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минстроем России. И до 31 декабря этого года утвердить муниципальные программы благоустройства. Для этого необходимо провести инвентаризацию всех дворовых территорий и общественных пространств. Поэтому властям потребуется помощь общественников для формирования списков приоритетных объектов. И есть еще один важный момент – участие граждан. Необходимо провести общее собрание Думы и уже с протоколом идти в администрацию. Где, кстати, сейчас заканчивается инвентаризация всех дворов и утверждение правил благоустройства. Так вот, граждане должны не только подавать заявку, но еще и контролировать ход работ. И было бы, конечно, не лишним гражданам выйти в конце на субботник, дабы привести свою территорию в порядок. Елена Шумилова, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.